Боковая поверхность правильной треугольной призмы равна 6. Найдите высоту призмы, если прямая, проходящая через центр верхнего основания, и середина стороны нижнего основания наклонена к плоскости основания под углом 60 градусов. Для начала запишем данную. А, Б, С, А1, Б1, С1 – правильная треугольная призма. Площадь боковой поверхности S-бок равна 6. Угол О1КО равен 60 градусов. Задание нас просят найти высоту призмы. Б, Б1 неизвестно. Напишем формулу площади треугольника. Площадь треугольника равна полупроизведение двух сторон на синус угла между ними, на синус альфа. Также площадь треугольника можно записать как полупериметр, умноженный на радиус Песна окружности. Полупериметр равен сумме длины всех сторон треугольника, деленное на 2. Площадь боковой поверхности правильной призмы будет равен периметр основания умножить на высоту призмы. Эти формулы нужно знать. Введем переменную. Пусть сторона основания АВ равная ВС и равная АС будет равняться А. Так как в основании правильной треугольной призмы лежит правильный треугольник. И все стороны правильного треугольника равны. Воспользуемся формулой площади боковой поверхности. С-бог равняется периметр основания, периметр треугольника АВС умножить на высоту. Высота ВП1. Так как боковые ребра правильной треугольной призмы перпендикулярны плоскости основания. Рассмотрим периметр основания АВС. Периметр основания АВС это сумма длины всех сторон. АВ плюс ВС плюс АС. Подставим сюда наше обозначение. Это сумма трех А. Посчитав получаем 3А. Подставим наш периметр выражения для площади. Тогда С-бог будет равняться 3А. Это вместо периметра умножить на высоту ВП1. Обозначим отрезок ОК через радиус висной окружности. Рассмотрим площадь треугольника АВС. Площадь треугольника АВС можно записать как полупроизведение двух сторон на синус угла между ними. То есть 1 вторая АВ умножить на ВС и умножить на синус угла между ними. На синус угла В. Угол В будет равен 60 градусов. Так как углы правильного треугольника равны между собой. И все это равняется 60 градусов. Преобразуем. Получается площадь треугольника АВС будет равняться 1 вторая. АВ мы обозначили через А. ВС также равняется А. Семь на 60 это корень из 3 на 2. Прямо на забав получаем, что площадь треугольника АВС будет равняться А квадрат корней из 3 знаменатель 4. Воспользуемся второй формулой площади треугольника. Площадь треугольника АВС будет равняться полупериметр треугольника АВС умножить на радиус висной окружности на УК. Подставьте там наше обозначение. Тогда у нас получается площадь треугольника АВС будет равняться. Периметр треугольника АВС мы нашли. Это 3А. В нашем случае нам нужен полупериметр. Это 3А деленное на 2. Умножить на УК. УК это радиус висной окружности. Приравняем наши площади по левой части. Так как они равны. Тогда у нас получается, что А квадрат корней из 3 деленное на 4 равняется 3А умножить на радиус висной окружности. Знаменатель 2. Выразим отсюда радиус висной окружности. Тогда Р малое равняется А квадрат корней из 3 умножить на 2. Знаменатель 4 умножить на 3А. Сократим А. Сократим 3 и корень из 3. И тогда у нас получается, что радиус висной окружности будет равняться А корней из 3 знаменатель 6. Рассмотрим треугольник О1ОК. И напишем тангенс угла О1КО. Тангенс это отношение противолежащего катета О1О на прилежащий катет ОК. Выразим отсюда ОО1. ОО1 будет равняться ОК умножить на тангенс угла О1КО. А он равен 60 градусов. Преобразовываем далее. ОО1О будет равняться боковому ребру ББ1. ОК это радиус висной окружности. А тангенс 60 равняется корень из 3. Подставим сюда радиус вписанной окружности, который мы получили. Тогда у нас получается, что ББ1 равняется А корней из 3 знаменатель 6 умножить на корень из 3. Преобразовав, получаем, что ББ1 будет равняться А на 3 знаменатель 6. Сократим. Тогда ББ1 равняется А на 2. Выразим отсюда А. Тогда А малое равняется 2 умножить на Б Б1. Подставим наше А в ранее написанное выражение для площади боковой поверхности. Выражение со звездочкой. Тогда у нас получается, что площадь боковой поверхности будет равняться 3А. А это 2 умноженное на ребро ББ1. И все это умножить на ББ1. Преобразуем. Тогда у нас получается, что площадь боковой поверхности равняется 6 умножить на ББ1 в квадрате. Подставим сюда наши данные, что площадь боковой поверхности равняется 6. Тогда у нас получается 6 равняется 6 умножить на ББ1 в квадрате. Разделим все наше выражение на 6. Тогда у нас получается, что боковой ребро ББ1 или высота в квадрате будет равняться 1. Откуда у нас получается, что высота призмы ВВ1 равняется 1? Запишем ответ. Высота призмы ВВ1 равняется 1. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.